МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апреле 2020 года был отдел, который занимался наиболее резонансными уголовными делами на территории региона. Был разделен в апреле 2020 года на два отдела. Первый и второй. Первый отдел, так и называется, о преступлениях против личности и общественной безопасности. В сущности, то, чем вы занимались всю свою жизнь в Следственном комитете? Если говорить конкретно обо мне, да, потому что с начала карьеры как-то ближе было, ближе и интереснее расследовать именно преступления против личности, чем экономические составы. Но это у каждого, наверное, следователя есть, нельзя здесь назвать любимые дела, но то, к чему больше лежит душа. Да, но вообще следователь, в принципе, должен быть, так сказать, универсальным солдатом, уметь расследовать все, начиная от незаконного проникновения в жилище, зарплатные дела, ядрогения, это медицинские ошибки, экономические составы, коррупция против личности. Но, тем не менее, да, из всего этого широкого списка, который нам уголовно-процессуальный кодекс отнес к подследственному Следственному комитету, конечно, у каждого следователя есть какие-то свои определенные дела, которые больше любят расследовать именно эту категорию уголовных дел. В последние годы ваши именно слуху, именно вы расследовали уголовное дело по убийству Михаила Круга, это уголовное дело стало достоянием всей России, да, уголовное дело о банде черных риэлторов, то же самое говорили во всех регионах России. Чем сейчас приходится заниматься? Есть ли какие-то... Не хочется, чтобы у нас было много громких уголовных дел, хочется все-таки, чтобы жители нашего региона жили спокойно и безопасно. Но чем приходится заниматься сейчас? В принципе, все тем же, ничего не меняется. Уголовные дела как были, так они и есть. Это те же самые убийства. Не так давно, буквально вчера мы направили прокурору уголовное дело по убийству групповому в Балагое в 2021 году. Сейчас ждем решения прокуратуры об утверждении обвинительного заключения, либо если есть какие-то недостатки о возвращении дела на дополнительное следствие. Но ведь еще есть и преступления прошлых лет. Да, преступления прошлых лет, безусловно, это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. У нас в нашем отделе имеется отделение, которое занимается расследованием преступлений. Относящиеся к категории прошлых лет, это интересно. В первую очередь, это безумно интересно, конечно, открывать эти тома, которые... Там даже листы совершенно другие, то есть какие-то еще старые типографские бланки, которых ты сейчас не увидишь вообще, в принципе. Конечно, очень интересно, поэтому стараемся, работаем. Не так давно, в прошлом году, в суд было нашим отделом отрасследовано и утверждено обвинительное заключение прокурора. Мы в суд направлены на уголовное дело в отношении жителя города Бежицк, который еще в 2002 году совершил в Бежицке убийство и изнасилование несовершеннолетней жительницы этого же города. Это данное уголовное дело было раскрыто благодаря возможностям генетической экспертизы и благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, которые наши коллеги с управления уголовного розыска постоянно проводят по всем уголовным делам, находящимся даже в архиве наших следственных отделов. Вот, кстати, вы сказали, что такие бланки, это все уже как бы слоем пыли покрылось какой-то, хотя уголовные дела периодически вами листаются и изучаются. А что вообще за последние 11 лет, 15 января 2022 года, исполнилось 11 лет цены образования Следственного комитета, по-вашему, изменилось вот так вот кардинально, изменился метод расследования дела? Ну, методики-то расследования, они в принципе остаются теми же. Стандартный комплекс экспертиз, стандартные вопросы по большей части. Общение с людьми остается прежним. Общение с людьми никуда, естественно, без общения с людьми это в первую очередь. Причем как со стороной потерпевших, так и со стороной лица подозреваемого в совершении данного преступления. Это не только само это лицо, это его защитники, с которыми тоже нужно попробовать выстроить диалог и найти общий язык. Но что касаемо изменений, это, естественно, то, что мы не стоим на месте, мы развиваемся, постоянно где-то что-то совершенствуется. Это цифровые технологии, возможности исследования компьютерной техники, возможности исследования сотовых телефонов, что мы осуществляем благодаря нашему отделу криминалистики, который оказывает нам практическую помощь при расследовании, раскрытии уголовных дел. Это возможности экспертиз. В частности, наверное, стоит отметить генетическую экспертизу. Которую вы уже упомянули сегодня. Да, о которой ранее, в принципе, никто особо и не слышал, но, наверное, в 2000-х годах тогда даже и не думали о том, что есть возможность не только группу крови предполагаемого преступника установить, но и прямо этого же преступника и вычислить по следу, оставленному на столе где-нибудь, по эпителиальным клеткам, которые человек оставляет. То есть это не обязательно кровь. Это не обязательно должна быть кровь для того, чтобы установить лицо, которое совершило данное преступление. И, наверное, необходимо отметить, что за эти 11 лет возможности генетики взлетели очень высоко. Если на момент прихода, когда я пришла на работу, данные экспертизы в нашем регионе в принципе не проводились. В последующем они стали проводиться в ряде регионов. В частности, мы назначали в Ярославль. Длительность сроков не всегда результат могли дать. Сейчас же генетики у нас в нашем ОМВД областном имеется отдел биологических экспертиз, который проводит именно молекулярно-генетические экспертизы. В судебно-экспертном центре следственного комитета проводятся молекулярно-генетические экспертизы. И, соответственно, и люди уже повышают свои профессиональные навыки, и аппаратура совершенно другая. Поэтому из мельчайших следов уже возможно установить, кому эти следы принадлежат. Детали, а мне очень поразил факт, что, оказывается, при расследовании преступлений прошлых лет вы пользуетесь возможностями новыми, такой аппаратурой, которая помогает восстановить память у человека, который вспоминает все до мельчайших деталей. Это не совсем аппаратура, это нет. Это специалист, это методика. Это методика, это специалиста. У нас в нашем управлении такого специалиста нет. Это главное управление криминалистики Следственного комитета России, которые по нашим просьбам оказывают нам практическую помощь, приезжают сюда, общаются с людьми. Естественно, как эти методики проходят, мы не будем говорить. Но, тем не менее, действительно, случаи есть, и есть даже те моменты, которые действительно помогают людям вспомнить какую-то информацию, на основании которой уже мы в последующем устанавливаем лицо, которое либо обладает информацией о том, что произошло сколько-то лет назад, либо это и есть то лицо, которое совершило данное преступление. То есть все вот эти обывательские разговоры относительно того, что вы просто ради галочки, ради, возможно, погон, ради еще иного звания вот докладываете о раскрытии преступления того или иного, которое произошло 15, 20, а то и 30 лет назад, это все досужие вымыслили. Это все разговоры. Это просто все разговоры. Никто из сотрудников ни Следственного комитета, ни сотрудников полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение, никто не получает ни очередных... Ну, у нас бы просто погон не хватило, чтобы нам каждый раз звездочки бы, если бы давали за раскрытие преступлений прошлых лет. Действительно, там уже бы не хватало бы погон. Никто никаких ни званий не получает, ни благодарности, ни премий. Это наша работа. Это в первую очередь наша работа. И мы должны ее выполнять качественно и соблюдать обязательный принцип неотвратимости наказания, что даже если ты совершил это 5, 10, 15, а может быть и 30 лет назад, все равно могут когда-нибудь с утра постучаться и представиться, что это сотрудники правоохранительных органов. И люди частенько сразу понимают, по какому поводу к ним пришли, даже спустя много лет. Не только, судя по результатам вашей работы, результативности очень... Ну, мы постоянно о них рассказываем, но и о том, как вы рассказываете об этой работе, эта работа вам очень нравится? Я очень люблю свою работу. Я безумно люблю свою работу. Ваши пожелания жителям региона, как не стать жертвой преступления? И как не зайти вот на эту скользкую дорожку преступную? Наверное, пожелания в первую очередь быть осторожными, не доверяться. Сейчас очень много, широко распространено телефонное мошенничество. Даже вот пользуются на близких, еще что-то, что-то случилось, переведите деньги. Не доверяйте, проверяйте. Всегда думайте, прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то сделать. Ну, а тем, кто... Чтобы не вступить на эту дорожку, ну, это в любом случае от человека зависит. Свою голову мы никому не приложим. Но, опять же, думать. Прежде чем делать, нужно подумать. Потому что за каждым твоим действием будет какой-то ответ на это действие. Спасибо огромное, Алина, за то, что вы стали участником нашей программы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Алина Дубасова, исполняющая обязанности руководителя первого отдела проследования особо важных дел регионального следственного комитета. Спасибо. Уважаемые друзья, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова